Приём крана машиниста, условный номер 394, начинается с проверки частоты фильтра редуктора. При этом ручка крана, условный номер 394, переводится из шестоя во второе положение. Время зарядки уравнительного резервуара с 0 до 5 атмосфер 30-35 секунд. С приставкой SAUT 40-45 секунд. Время зарядки уравнительного резервуара составило 33 секунды. Проверка плотности напорной магистрали. Проверка производится при перекрытом комбинированном кране и поездном положении ручек кранов, условный номер 254 и 394, не работающих в компрессорах. Локомотив должен быть закреплён от ухода. Снижение давления, наблюдаемое по манометру питательной сети, должно быть с 8 атмосфер на величину не более 0,2 атмосфер в течение 2,5 минут или 0,5 атмосфер в течение 6,5 минут. Снижение давления по манометру питательной сети с 8 атмосфер на величину 0,2 атмосферы составило 2,5 минуты Проверка плотности тормозного магистрали Проверка производится при перекрытом комбинированном кране и поездном положении ручек кранов условно номер 254 и 394 Неработающих компрессорах Локомотив при этом должен быть закреплен от ухода Снижение давления, наблюдаемое по манометрам, должно быть в тормозном магистрале с нормального зарядного давления на величину не более чем на 0,2 атмосферы в течение 1 минуты или на 0,5 атмосфер в течение 2,5 минуты Снижение давления по манометрам в тормозном магистрале с нормального зарядного давления составило 0,2 атмосферы в течение 1 минуты Проверка плотности уронителя завтра крана условия номер 394 Для этого зарядить тормозную сеть локомотива до нормального зарядного давления Ручку кран машиниста перевести в четвертое положение Проверку производить при утечке из тормозной магистрали локомотива через отверстие диаметром 5 мм Для этого перекрыть кран тормозной магистрали между кузовами кузова номер 2 Плотность считается достаточно, если падение давления в уравнительном резервуаре не превышает 0,1 атмосферу в течение 3 минут Завышение давления в уравнительном резервуаре при этом не допускается Падение давления в уравнительном резервуаре составило 0,1 атмосферу за 3 минуты Проверка работы сигнализатора разрыва тормозной магистрали После приведения в действие вспомогательного тормоза максимальным давлением в тормозных цилиндрах на локомотиве оборудованным сигнализатором разрыва в тормозном регистрале, снизить давление в уравнительном азербуаре на 0,2-0,3 атмосферы. И после загорания лампы ТМ набрать позиции контроллером. Схема режима тяги не должна собираться. Проверка чувствительности воздухораспределителей к торможению. Воздухораспределитель грузового типа проверит на равненном режиме. При срабатывании воздухораспределителей должна загореться, а после наполнения тормозных цилиндров погаснет сигнальная лампа ТМ, сигнализатор разрыва тормозной регистрали поезда. После торможения убедиться в том, что штоки поршни вышли из тормозных цилиндров и тормозные колодки прижаты к колесам. Проверку производить снижением давления в уравнительном резервуаре краном машиниста в один прием на 0,5-0,6 атмосфер. А при воздухораспределитель действующим через кран номер 254 на 0,7-0,8 атмосфер. При этом воздухораспределители должны сработать и не давать самопроизвольному отпуску в течение 5 минут. Проверка на чувствительность воздухораспределителей к отпуску. Поставить ручку крана машиниста в поездное положение, при котором тормоз можно отпустить, а потом... Проверка плотности уравнительного резервуара после полного служебного торможения. После снижения давления в уравнительном резервуаре на 1,5 атмосферы в пятом положении ручки и перевода ее в положение перекрыши. Допускается завышение давления в тормозном магистрале не более чем 0,3 атмосферы в течение 40 секунд. Завышение давления в тормозном магистрале составило 0,2 атмосферы в течение 40 секунд. Проверка темпа ликвидации сверхзарядки. Для этого после отпуска тормоза при кране машиниста со стабилизатором ручку крана перевести в первое положение. Выдержать ее в этом положении до давления в уравнительном резервуаре 6,5-6,8 атмосфер. С последующим переводом в поездное положение. Проверку производить при утечке с тормозной магистрали локомотива через отверстие диаметром 5 мм. Для этого перекрыть кран тормозной магистрали между кузовами кузова номер 2. Снижение давления в уравнительном резервуаре с 6,0 до 5,8 атмосфер должно происходить за 8-120 секунд. На локомотиве оборудованном сигнализатором разрыва тормозной магистрали с датчиком номер 418. Сигнализатор в процессе перехода с повышенного давления на нормальное срабатывать не должен. Снижение давления в уравнительном резервуаре с 6,0 до 5,8 атмосфер составило 100 секунд. Проверка плотности тормозных цилиндров. Для этого произвести экстренное торможение. Проверка плотности тормозных цилиндров. И после полной разрядки тормозной магистрали ручку крана номер 254 перевести в последнее тормозное положение. Наполнить тормозные цилиндры до полного давления. Перевести ключ блокировочного устройства 367 и с нижнего положения в верхний. Снижение давления в тормозных цилиндрах допускается темпом не более 0,2 атмосферы в течение 1 минуты. Снижение давления в тормозных цилиндрах составило 0,1 атмосфера в течение 1 минуты. В зимний период времени производится проверка проходимости тормозной магистрали. Путем открытия концевого крана тормозной магистрали с нерабочей кабины. Проходимость считается нормальной. 1,3 атмосферы. У нас составило проходимость 1,6 атмосферы. Проверка темпа экстренной разрядки. Проверка осуществляется путем постановки ручек кран 394 в шестой положении. Темп экстренной разрядки должен составить с 5.0 до 1, не более 3 секунд.